друзья всем привет с вами снова илья и сегодня у нас такой очень интересный блог будет сегодня я встречаюсь со своей одной старой подружкой она когда-то работала со мной на телеканале стб и вообще она умница красавица и у нее тоже есть свой блог и сегодня мы пойдем с ней гулять к самой высокой женщине в киеве пока что я еще в кофейню зашел к себе выпить эспрессо кстати все выходные все выходные я принимал ваши заказы на подарочные наборы спасибо всем кто заказал спасибо что написали мне было очень приятно с вами пообщаться у меня прям такое предновогоднее настроение из-за того что ну подарки короче ну класс а перед тем как мы встретимся с кариной с блогершей я хочу зайти еще немного подстричься потому что уже подзарос а перед новогодними праздниками там такая запись сумасшедшая что очень трудно будет еще вклиниться поэтому я решил заранее заранее стричься подумать об этом вот так что сейчас заеду в свой барбершоп любимый так смотрите вот я вышел на метро лукьяновка это лукьяновский рынок и тут совсем чуть-чуть надо пройтись до барбершопа так ну что вот мистер кэш барбершоп заходим привет привет это видеоблог это видеоблог о привет привет а что лайки подписки в описании будет мои все все считается у вас кстати так красиво по новогоднему ну шо жека погнали давай а ну а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, друзья, я вот уже вышел на метро Арсенальное Сейчас иду искать Карину Я уже немного опаздываю, блин, я надеюсь, она на меня не очень сильно злится Так, ну что, вот, наконец-то, наконец-то я нашел Карину Вы с ней встретились вот возле обелиска Всем привет, ребята! Я рада тебя видеть Привет! И я готова сегодня тебе рассказать про мое любимое место в Киеве Да? Да А сейчас, сейчас, где мы находимся? Мы сейчас находимся возле Вечного Огня в Парке Слава Ага Это же Парк Слава? Это Парк Слава, да Партизанск Мне, кстати, тоже очень нравится это место Потому что вот, знаешь, от метро Арсенальное Вот если идти туда в сторону Родины Матери И тут можно увидеть буквально всю нашу такую культурную, культурную спадщину Украины Кстати, поставьте лайк, потому что Илья опоздал, потому что он стригся Зацените стрижечку Да! Вот Короче, смотрите, рассказываю Карина Я Карина Научпоп-блогер Она возбуждает Ой, подожди Да! Карина, в общем, возбуждает всех Мозг, мозг А, возбуждает мозг Это так называется твой блог, да? Да, мой блог называется «Возбуждаем мозг» Поэтому вы можете по хэштегу прям зайти Хэштег «Возбуждаем мозг» И там все видео А также еще и тревел-блогер И в бывшем, получается И еще и, получается, и техно-блогер Техно-блогер, да, на розетке На розетке И еще и, получается, у тебя есть блог про блог Как вести блог Да, я сейчас, кстати, занимаюсь тем, что я рассказываю и обучаю, как создать свой маленький блог Ага, так С чего начать, какие страхи мы можем победить И вообще, стоит ли этого всего бояться О, вот это мне как раз надо Я же начинающий Класс, так смотри Прикол в том, что у меня с 16 января Так Начинается курс Просто сейчас уже идет И новый набор будет с 16 января Поэтому, конечно же, приходи Ну тут видоны, конечно, блин, очень классные Сейчас такой туман Идет небольшой снежок Вот Я без шапки Потому что, если вам водная прическа Потому что, да А я в шапке, потому что не помыла голову Да, вот это вот Ага, вот, да, все, понятно Есть объяснение А это у нас получается Сейчас мы видим Это памятник Голодомора Голодомора, да Вот поэтому я и говорю, что это такая аллея Тут вся культурная, историческая наша спадщина Украины Можно, типа, проследить историю Дальше идет Киево-Печерская Лавра А дальше идет Родина-Мать Вот, собственно, это такие, типа, ключевые наши, наверное Но мое любимое место это Родина-Мать И я вам сегодня расскажу очень много прикольных Кстати, а ты знаешь, что на нее можно подняться? Конечно, знаю Но я там ни разу не была И я хочу, чтобы мы сегодня попробовали туда подняться Конечно, если нам разрешат Потому что, не знаю, в коронавирус можно или нет Но будет очень классно, если мы туда поднимемся Потому что сегодня отличный туман Вообще круто, давай попробуем Кстати, ты сможешь пролезть через кусты? Это экстрим Вот, все, экстрим уже начался Смотрите, друзья, сейчас мы вот свернули в такую улочку Мы зайдем в Киево-Печерскую Лавру Но со входа не с туристического, а тот, который для местных Вот, смотрите, мы пришли Тут есть вот такой проход На самом деле, откуда я знаю, здесь есть академия Он каждый день молится просто, приходит сюда и кушает Здесь просто академия, как это, мастерств, академия культуры Доброго дня Короче, нас обломали Я думал, что это, типа, вход не туристический Для бедных Да, да, да А не для бедных вход Мы проходили, а тут уже все поставили храму Они, типа, с нас потребовали за вход Сколько с нас потребовали? А скидки в Киеве кошки? 80 гривен 80, да 80 гривен Вот Но поскольку мы еще не блогеры-миллионники Рекламу у нас не заказывают, знаете ли, там всякие айфоны Вот Ну мы как-нибудь покажем, но когда будет хорошая погода У нас же главная цель родина-мать Да, это мое любимое место в Киеве, я просто обожаю О, кстати, ты этот самый научпоп-блогер Я научпоп-блогер А можешь сказать что-то по-научпоповски? Что? Ну это, знаете, типа, а вы точно продюсер, типа Да, 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 я могу А скажи, что это по-продюсерски Я могу сказать Я знаю животное, которое какает квадратными какашками Вот пускай им там напишешь в комментариях А потом ты под комментом там напишешь Правильно или неправильно Хотя нет, там все загуглят Загуглят, конечно А я, кстати, знаю Какого? Бомба Красавчик, откуда ты знаешь? Так, а вот это что получается? Это мастетский арсенал И я там, кстати, когда-то работала Здесь обычно происходят выставки разные современного искусства И если вы просто будете смотреть на это искусство Вот вы подумаете, что, боже, что за бредятина Но если потом почитать, что вообще имел в виду автор Тогда получается иногда очень даже интересно Класс Это центральный вход в Лавру Да Ну, кстати, очень красиво Посмотри здесь на стенах Никогда не обращала внимания Да, видишь Это, видимо, сейчас будут реставрировать Такие вот штуки Не, вообще, на самом деле Лавра Даже если ты неверующий человек Ну, она на самом деле сама по себе Очень крутая, прикольная Мощная Там есть мощи Так, вот сейчас мы подошли Это... Ты знаешь, что это? Нет, не знаю Нет, желтые ворота Это, короче, ворота Это вот были одни ворота золотые Въезд в Киев Вот это были тоже ворота Тоже это был въезд в Киев Получается Серьезно? Да Ну, так правильно Там же надо было оборонять Раньше же типа строили для того, чтобы Ну, было трудно подобраться Да Речка и горы, холмы Они очень хорошо защищали от набегов А, вот, кстати, пушки эти оборонительные Что-то они целятся в сторону ворота Тебе не кажется? Да вот не знаю Что это очень странно Да Ну, что же мы найдем? Вот такая техника есть Это еще не все Ниже будет больше О, а ты любишь залазить вот на танке? Конечно Да? Так, а вот там... Короче, все, можно я расскажу? Ну, давай, наконец-то, давай Вот, мое любимое место Это родина-мать И я вам могу очень много интересного рассказать Например, значит, высота родины-матери 102 метра Но это вместе с пьедесталом, на котором она находится Это одно из самых больших сооружений Статуи вообще в мире Потому что она выше, чем статуя свободы в Нью-Йорке И выше, чем статуя вот эта вот в Бразилии Иисуса Христа Представляешь? И интересный факт про родину-мать номер два Короче, смотри На самом деле она же очень большая и очень тяжелая Да, 500 тонн весит Вот, и для того, чтобы она стояла и не падала Вырыли специально внизу очень длинный колодец Да, диаметром 34 метра между прочим Ага Прикольно Он же огромный Вот, и глубина этого колодца 17,8 метров Ну, то есть, да, там внутри этого... А, 17 метров? Да, но смотри, там же штифт такой, да, специальный, на который как бы насадили эту статуру, да, чтобы ничего не произошло Так вот, прикол в том, что глубина Азовского моря 14 метров Ну, мне кажется, это не очень много Ну, это глубже, чем Азовское море Ну, да Так Азовское море вообще там по колено, по-моему Ну, как, это в начале, а 14 метров ты потом, если что-то, утонешь Ну, 14 метров, смотри, это все в тебя Ну, корабли не ездят Ну, как это не ездят? Ездят Не ходят? Ходят Вот именно, не ездят, а ходят Я знаю, я знаю И сейчас все, знаешь, именно моряки такие Отписка Отписка Да Интересный факт про грудь Рудины матери Да, ты знаешь, что у нее... Сейчас, подожди секундочку Я просто плохо разбираюсь, где право, где лево Ага У нее правая грудь меньше, чем левая Ну, как в жизни? Нет! Нет? Ну, дело не в этом Ну, вообще, да, как в жизни Но, смотри, это же как бы делали статую Смотри, они явно хотели сделать все пропорционально А не прям вот одну меньше, одну больше, как в жизни Наверное, есть какой-то подвох Есть, конечно же, есть Все дело в том, что главный, значит, строитель Или как называется это? Архитектор Архитектор Аустатый архитектор Ну, не важно Короче, главный вот этот вот мужик, который, значит, создавал данный шедевр Он сказал Поскольку она высоко держит меч То, как и в жизни, если ты поднимешь свою руку То у тебя эта грудь, она же станет немножечко меньше Потому что растянутся твои мышцы А так она же две держит У нее две руки залины Ну, это же не так высоко, а это выше Посмотри, видишь, они же, это стриц согнута в локте Левая согнута в локте А правая типа высоко Ну, это реализм называется, когда Да Видишь, как интересно Ты знала о том, что у нее разная грудь? Нет Вот прикольно будет, если ты, кстати, найдешь фоточку в интернете Когда вот близко ее и посмотришь на ее грудь Класс Так и загуглю Грудь Родиной матери, да А ты знаешь, что раз в 4 года на 9 мая Она опускает щит и меч И, получается, поднимает вот так вот руки и хлопает в ладоши Ну, да Да Что? Ну, знал Ну, я даже видел это Так, ну и, собственно говоря Что мы хотели сделать? Ну, мы, на самом деле, хотим подняться наверх Потому что там же есть смотровая площадка Я никогда в жизни там не была Я тоже не был Вот, непонятно, пустят ли нас в коронавирус Но надо пойти А мне все рассказывали, я всегда завидовал Я тоже И хотел Это разочарование года просто И все, я вас целую Это моя фишечка Я вас целую И вот как А я вас обнимаю Все, пока Пока